Алексей, привет! Совсем недавно ты в очередной уже девятый раз выиграл чемпионат России. Расскажи, как это было в этот раз, кто был соперниками, как поединки проходили? Ну, все, как обычно, проходило по накатанной. Начали готовиться с января месяца. Выступили на чемпионате области в городе Екатеринбург. Потом съездили на чемпионат УРФО в город Челябинск. Там побоксировали. Потом были двухнедельные сборы в городе Соликамск у Сергея Витальевича Матвеева. Оттуда сразу полетели в город Якутию. Там проходил чемпионат России. Организация на высшем уровне. Мне кажется, из всех чемпионатов России, на которых я был, по организации был самый зрелищный, масштабный, можно так сказать. Провел три боя. Первый бой боксировал с соперником из Якутии, с местным. Настраивался серьезно, так как спортсмен местный. Нужно было выигрывать уверенно. Во втором бою был спортсмен из Саратовской области. Молодой парень, только перешел с юниоров. Как бы настраивался, расслабляться нельзя. В финале боксировал со спортсменом из республики ТВА. Тоже чемпионат России, чемпион мира. Был равный бой, но судьи отдали бой мне. После пандемии, как можно ценить? Тяжелее было? Самый тяжелый чемпионат России был для тебя? Или все-таки уже восстановился и форму набрал? В прошлом году, в сентябре месяце же был чемпионат России. Как бы было там тяжело. Здесь уже как бы все было в привычном ключе. Область, УРФО, сразу же чемпионат России. Так что было нормально. Ты девятый раз чемпион России. Не пристаю удивляться. Просто на место других себя, каких боксеров ставлю, которые год из года тренируются, приезжают. И там такой Алексей Спирин, который просто выходит и всех побеждает. С кем-то, может, общался? Кто-то в другие веса, может, переходит? Или какие-то чувства у них смешаны? Может, кто-то вообще завершил карьеру из-за того, что не может просто выиграть столько лет? Ну, не знаю, не могу сказать. Скажу одно, что все хотят выиграть у меня. Все выходят очень заряжены. Прямо глаза горят у ребят. Но мы тоже не расслабляемся, работаем и показываем все, что мы умеем. Алексей, ну это рекордное количество чемпионов? Или есть куда стремиться, чтобы рекордсменом стать в России? Тоже не могу сказать. Но я думаю, у кого-то десяточка-то есть. Так что я не самый титулованный чемпион России. Ну, то есть не останавливаешься и как бы стоит цель десятикратным стать чемпионом? Ну, не могу пока-то есть. Ну, я так понимаю, твоих достижений не было бы, если бы не твой тренер Игорь Кулбаев, который сам в бытность спортсмена, пятикратный чемпион России, если не ошибаюсь, двукратные чемпионы мира и Европы. Сейчас заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта, который может и психологически тебя настроить, и как бывший спортсмен что-то подсказать. Как считаешь, какая его доля заслуги в твоих победах? Доля Игоря Анатольевича очень огромная в моих победах, потому что он всегда знает, как подойти к любому сопернику, даст правильные напутствия. Когда мне тяжело, всегда поддержит, всегда настроит, всегда поможет. Сейчас чем занимаешься, какие ближайшие планы? Ну, на данный момент сезон соревновательный закончился. Вот сейчас пока дом-работа, работа-дом. Вот сейчас маленько отдохнем, и в июле месяце уже начнем тренироваться, набирать форму, ОФП, физическая подготовка. Сейчас к чему подготовка идет у вас? В осень будет чемпионат мира. Очередной раз, чтобы победить, поедешь? Ну да. Ну и покажешь пару приемов, таких, может, коронных Алексея Спирина? Да, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...